Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале в очередном блоге. Сегодня утром мне мой парень сказал, что у него там срочные дела были, и он обнаружил, что оказывается его паспорт просрочен. И мы просто с мамочкой вдруг решили проверить ее паспорт. И мама говорит, да нет, у меня он не просроченный, да у меня нормально, у нас в Азербайджане в 65 лет меняют паспорт. Я говорю, маме, ну давай посмотрим, вдруг какие-то срочные дела, и только в этот момент мы обнаружим, что, например, паспорт просрочен. Смотрим, оказалось, что у нас тоже просрочен. Если у вас тоже бывают такие ситуации, то пишите в комментариях. В общем, я маму записала на стрижку, мы хотим в субботу. Я, жена двоюродного брата, она, кстати, хочет такие же брови, пойдем в салон Two Sisters. Все это хотим сделать в субботу, и мама говорит, лучше уж я постригусь, там приведу себя в порядок, потом уже буду фотографироваться на паспорт. Мама у меня как будто молодая чвиха, или блогер, возможно. Вот. Я еще, кстати, заказала себе для Мукванка наггетсы 20 штук и разные там соусы вкусные, буду снимать для вас. Надо быстренько накраситься до того, как привезут всю эту вкуснятину. Вот такой вот макияж у меня получился. Гляньте на мои брови. Здесь подвожу фиолетовым карандашом. Мне этот эффект очень нравится. Хотя даже это не карандаш для глаз, по-моему, карандаш для губ. Такая вот красотка получилась. А еще мне привезли Макдональдс. Любимая, как это пахнет. Обалдеть. Вообще, каждый раз себя ругаю, что сначала нужно выложить влог, как я, например, распаковываю Макдональдс, как я раскладываю все это дело. А потом уже должен выйти Мукбанк. И каждый раз забываю. У меня всегда бывает наоборот. Даже дело не в том, что я забываю. Даже больше я просто хочу быстрее выложить Мукбанк, а его быстрее смонтировать и быстро на канал. Так что в этот раз, я думаю, получится точно так же. Сына. Сына кайфует. Под кондиционером. Как хорошо, да? Как за хорошо. Знаете, какой он сладкий. Сегодня утром пришел, подлизывался. Я ему это, жидкие рагу дала. Сразу успокоился, забыл про мое существование. А сейчас мы быстренько с мамой собираемся. Идем уже наконец-то заказывать кухню. Я приблизительно знаю, что я хочу. Просто мы хотим найти в той ценовой категории, в которой устраивает нас и с хорошим материалом. То есть я вам все это дело покажу. Также обязательно надо купить обои на кухню и уже закончить это все дело. Потому что здесь, знаете, даже вопрос не в материальном. То есть возможность есть закончить ремонт. Я делала даже больше в линии в какой-то. Постоянно откладываем. Плюс еще у меня мама такой человек. Мы идем что-то смотрим, смотрим, смотрим. Мама говорит, ну ничего, еще там посмотрим. Еще здесь посмотрим. А цены везде плюс-минус одинаковые. Плюс учитывая тот момент, что я там жить не буду. Мы будем просто эту квартиру сдавать. Я хочу, например, технику взять. Самую такую недорогую, бюджетную. Кухню тоже будем собирать бюджетную. Сначала я хотела вот эту желтую, которую показывала вам в инстаграме. Но потом я передумала. Я хочу сделать все максимально бюджетно. Вот насколько это возможно сделать побюджетнее. Все равно буду сдавать. Некоторые пишут, айка, как же роднулечку квартирочку можно сдать. Ну блин, ребят, я буду получать дивиденды. И это очень круто, что я буду получать денежки. А за эти денежки, например, можно в кредит взять машину. Первоначальный взнос и ежемесячную оплату. Просто брать с денег, с которых я сдаю квартиру. В общем, долго это все рассказывать. Я уже потихоньку выхожу. Начали мы наш поход с плит. Потому что плита мне уже нужна на момент, когда уже мебель придут устанавливать. Плита и мойка должна быть уже готова. Вот эти варианты стоят супер бюджетно. Около 100-120 монат. Это делает всего 5000 рублей. Мне кажется, для сдачи идеальный вариант. Там же, кстати, была и мебель. Мы заказали вот этот вот вариант. Он мне очень нравится. Правда, мы не определились, какого цвета будут сиденья. То есть здесь они получаются синие. А там палитра огромная. Можем взять там, не знаю, фиолетовые, коричневые, любые. Также здесь же, в этом же салоне, так скажем, мы выбрали кухню. Мне очень понравилось, как работают у них здесь специалисты. Все было сделано максимально аккуратно. Правда, с оттенком мы не определились. Мы будем звать к себе домой дизайнера. Уже он, посмотрев на месте, уже определит, какой цвет больше подойдет. Но я, если честно, хочу белую матовую кухню. Просто белую. Без никаких акцентов. Мне кажется, будет смотреться стильно, дорого и красиво. Насчет столешницы. Я осталась в безумном восторге именно от этих столешниц. Мне кажется, белые с черным. Будет смотреться просто отпад и обалденно. Дальше мне понравились вот эти вот столы со стульями. Но они стоили значительно дороже. Поэтому я решила остановиться на первом варианте. А первые столы стулья стоили намного дешевле. Также были вот такие варианты, которые стоили супер-супер бюджетно. Это 250 монат. И дальше мы пошли выбирать обои. Обои, кстати, выбирать сложнее, мне кажется, всего. Потому что от обоев как раз-таки все зависит. Мы уже определили приблизительно, в какой цветовой гамме мы хотим. Вот эти обои мне очень понравились. Правда, они стоили 50 монат за рулон. Это 2000. По мне это очень дорого. И я решила остановиться на тех же обоях, которые мы клеили у меня в гостиной. Подобные, не знаю, цветочки, там, не знаю, рюречки и все дела. Во-первых, такие обои сложно клеить. Во-вторых, мне совершенно не нравятся. Абсолютно. Меня никак не цепляют подобные обои. Если вам нравится, то обязательно пишите в комментариях. Стоят они очень-очень бюджетно. Вроде бы цена доступная, но мне не нравится. Или вот такой вариант. Можно задекорировать, например, одну какую-то стену с такими обоями. Но мне как-то не очень, если честно. И поэтому вот здесь мы уже дома. Я вам показываю оттенок. Правда, на самом деле, вот цвет немного искажается. Это такой фиолетовый цвет, который немножко отдает в синеву. Вот такой вот марки мы взяли обои. Они флизелиновые, тянутся. Еще их называют тканевыми. Мне кажется, это очень удобно. Мы клеили уже этой же марке обои. И было очень удобно, комфортно. И здесь я вам уже показываю цвет. Даже, вы знаете, чуток цвет уходит в фиолетовый. Но мне очень нравится. Я думаю, с белой кухней будет контрастно, классно смотреться. Вот такого цвета стены. Если бы и стены были белые, и мебель была бы белой, это немножко смотрелось как-то, ну, как в больнице, так скажем. Поэтому я думаю, что эти два оттенка будут потрясающе дополнять друг друга. А что касается фартука, здесь мы вчера проделали столько работы, мои хорошие. Я не могла вам не показать. То есть, если вы помните, раньше у нас фартук был на всю стену. А мы решили делать кухню угловую. Поэтому пришлось убрать кафель вот с этой вот стороны. Вот здесь вот был кафель, если вы помните. И этот кафель, который мы как раз-таки убрали с той стороны, мы уже приклеили вот в этот угол. Тут еще один кафель нужно доложить. Но мне кажется, так будет намного компактнее. Меньше пространства будет занимать кухня. Так что я очень довольна. Ну что, счастливая Айка выглядит именно так. Так, сколько бы ты не ходил, как бы ты не устал, когда ты дела свои решил, у тебя офигенное настроение. Зашла домой, и Твиксенок прям так бежит. Так прям, знаете, облизывается, подлизывается. Видно, что скучает. Ей-богу, как ребенок. Но самый главный вопрос мы решили. Мы заказали этот стол и стулья, который я вам показала. И кухню, естественно. Но дело в том, что к нам должен прийти через два дня дизайнер. И он уже на месте, будет как бы советовать. Возможно, стол чуть побольше надо будет сделать. Кухню. Мы хотим, например, белую и верх, и низ. Возможно, у него будут какие-то другие предложения по цветовым решениям. Мы, то есть, покажем обои, покажем кафель, который у нас уже стоит. Там фартук. И уже там дизайнер будет предлагать какие-то решения. Ну, у кого заказывать, какой материал, мы уже, можно сказать, определились. Единственное, дизайнер придет правильно, отмерит. У нас вообще все так делают. Я не знаю, как у вас. Просто, например, мы можем дать неправильные мерки. И в результате, например, кухня не подойдет. Поэтому всегда, в любом случае, что бы вы ни заказывали, приходят и делают замеры. Это, конечно, очень хорошо. Ну, и пусть сделают. Как раз он принесет с собой каталог и обсудит с нами детали. Что, как. И мы придем к общему решению, наконец-то. Реально внутри такая радость. И у меня такое ощущение, что я уже заканчиваю все. Там смотрели плиты. Плиту, кстати, не купили. Потому что у нас прямо около дома есть по той же цене плита. Зачем таскать оттуда, если можно купить здесь, да, например. Кстати, еще такой момент. У нас в Азербайджане, не знаю, как везде. Я постоянно это говорю, но да ладно. В общем, ты покупаешь плиту. Ты покупаешь мойку, аспиратор. Все у тебя должно быть готово к тому моменту, как привезут тебе кухню. Они привозят, устанавливают кухню. И все, 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 все это устанавливают. И все готовую кухню дают тебе. Единственный момент, что придется подождать где-то 15 дней, чтобы кухню твою изготовили. Я очень надеюсь, что они в срок изготовят. То есть, это не будет длиться месяцами, потому что у нас на памяти плохой опыт. У двоюродного брата был случай, когда он заказал кухню и чуть ли не 3 месяца ждал мебель. Или это кухня была, или детская. В общем, мы бы советовали ему, хорошего специалиста, который нам сделал в срок, все нормально. А их просто задрал, вот реально. Я очень надеюсь, что таких моментов не будет. И, естественно, я сразу договорилась, что предоплата у меня будет минимальная. Вот когда они установят, я останусь довольна. Посмотрю, вот после этого я отдам им свои денежки, огромно заработанные. В общем, вот так вот. Я очень счастливая, радостная, что дела двигаются, все идет вперед. Вам тоже не советую торопиться с Бадуна так быстро идти покупать все, что угодно. Приценивайтесь, ходите в разные магазины, спрашивайте материалы, производство. Пусть покажут вам модели, например, да. Или материал, вот нам в разрезе показали, из которого будет изготавливаться наша кухня. Естественно, это не самый бюджетный вариант. А, кстати, вот, сколько стоит погонный метр? Сколько стоит погонный метр нашей кухни, которую мы заказали? Получается 230 монат. Но были варианты, которые стоят и 150 монат. Об этих вариантах мы даже не знали, когда заходили в магазины, которые находятся неподалеку от нашего дома. Все говорили, что дешевле 250, ну просто нереально найти. Самый дешевый материал это 250, именно поэтому я вам советую ходить, узнавать, спрашивать. Не жалейте время, лишь бы купить подешевле. Надеюсь, что я останусь довольна. На этом все, буду уже закругляться, быстро иду смывать макияж на квартиру, будем клеить обои. Просто этот процесс останется за кадром. Покажу вам сразу результат как-нибудь в следующих влогах. Возможно, уже даже с кухней, посмотрим. Спасибо, что досмотрели. Всех люблю, целую. С вами Блайка Емили. Всем пока. С вами Блайка Емили.